Ой. Ола, мигас, на связи Матвей. Наконец-то мы сыграли в такой долгожданный турнир от коллаборации Fortnite и OnePlus под названием Турнир Танец Урожая, только для андроид игроков. Самые лучшие игроки в Fortnite Mobile на андроид смогли проявить себя. Сегодня я вам расскажу, как я победил Турнир Танец Урожая на своём андроиде. Расскажу, с какими трудностями я столкнулся во время турнира, как я их решил. В общем, расскажу, как прошёл данный турнир, ну и подробно разберём мою игру. Особое внимание мобайл игрокам, смотрите внимательно данное видео, чтобы так же хорошо играть, как и я, может чему-то новым научитесь, ну или наоборот, выявите мои ошибки, чтобы в своей игре их больше не повторять. Хотя, я думаю, этот пункт применим абсолютно ко всем игрокам на любых платформах. Не буду долго затягивать, так что если вы впервые на моём канале, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте лучший и единственный контент по Fortnite Mobile на ютубе в СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег автора Массивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, давайте я вам расскажу, как я отыграл прошедший турнир в Fortnite только для андроид-игроков под названием Танец Урожая. В общем, как говорится, выигрывает тот, кто первый объявляет свою победу. Но обо всём этом по порядку. Да, как вы могли догадаться, этот турнир я не выиграл. У меня и не стояло так таковой цели выиграть данный турнир. В основном я играю ради контента. Но всё же занял я 230 место на Европе. Вроде как результат неплохой, но честно говоря, я бы мог и лучше сыграть. Вон, один из моих подписчиков с ником BigProSuper вообще занял 167 место, набрав 56 очков. Я, в свою очередь, набрал всего лишь 54 очка. Другой немаловажный близкий для меня знакомый с ником MobileFear вообще набрал 45 очков и занял 715 место. Тут, честно говоря, он меня очень сильно обидел. Я вот уверен, Fear со своим скиллом может играть намного лучше. Думаю, если бы он успел сыграть ещё один матч, он бы выбрался как минимум на 200 место, если не выше. Ладно, давайте поговорим конкретно про меня. Само проведение турнира, могу заявить, было не на высшем уровне. Меня около пяти раз выкидывал с игры по поводу якобы плохого соединения с интернетом. Лол, это уже пятый вылет подряд, и я не понимаю. Интернет у меня великолепен. Вот. Что не так, я не понимаю. Просто эпики спасибо за такой крутой турнир. Серьёзно, из-за этой ошибки я один раз лишился своей победы. Оставалось 10 человек, я сделал шестой килл, и мне надо было бежать в зону. А так как у меня якобы плохой интернет, я завис и следствие умер от зоны. Но помимо технических неполадок, в моём поражении также виноват человеческий фактор. Так сказать, психическое давление в ожидании турнира. Перед тем, как играть в турнир, я пошёл разминаться в турку со своими ребятами. И, честно говоря, я с ними играл как-то посредственно. Мы играли в зону варс, и я очень часто сливался. Причём, по причине того, что я всегда тупил в редакте и в постройках. Это поражение на мне отразилось, поэтому вначале я не был так уверен в своей игре. Также, одна из моих ошибок, я слишком переоценил этот турнир. Чтобы вы понимали, несколько первых каток я вообще как наркоман играл с трясущимися руками. И боже, первые две катки я так тупо слился, вы не представляете. Просто IQ 0, я как будто книжек в своей жизни не открывал. Да и вообще, честно говоря, всё время на турнире я, если сливался, то сливался по своей тупости. И неуверенности в себе. Потому что файси с челами, я бы не сказал, что они играют лучше меня. В той же турке, я уверен, я бы одержал над ними победу. Да и вообще, за весь турнир не было ни одного человека, который бы переиграл меня прям в сухую. Также, особенность данного турнира, что тут присутствовало удивительно дофига снайперов. Реально, 4 катки из 10 я умер по причине того, что кто-то меня снайпнул из кустов во время файта с другим человеком. Типа, я понимаю, если бы это был какой-то проигрок. Но это, блин, были обычные кефиры с нуля киллами. Только один раз меня снайпил какой-то игрок, у которого было 9 киллов. Всё остальное, это просто пипец. Чем больше игр прошло, тем лучше я начинал играть. Опять же, повторюсь, вначале меня очень жёстко трясло по поводу турнира. И именно из-за этого я и слился первые 2 раза. Далее катки я играл челово, так сказать, равнодушно. Ну и поэтому они более-менее были успешны. Давайте поговорим, как можно было избежать данных проблем. Во-первых, играть с самого начала равнодушно и ни на что не надеяться. Так бы я избежал психологического давления и набрал бы больше поинтов. Также, что могу сказать по поводу плохого соединения. Тут я могу посоветовать один лайфхак. Для ПК игроков и консольщиков он не сойдёт, но вот для мобильных игроков как раз. И то, не знаю, если у вас под рукой есть второй телефон, включайте на нём режим модема. Ну, короче, делитесь интернетом. И когда у вас пропадает основной интернет, вы быстро переключаете соединение с основного интернета на интернет другого устройства. Не знаю, чё я так вначале не сделал, я уверен бы плюс 4 поинта я бы заработал. Также, небольшую роль тут играет и мой скилл. Тактика ротейты, да и вообще сама игра проходит у меня достаточно грамотно. Тут у меня вопросов к самому себе не возникает. Больше вопросов у меня возникает по поводу моего управления. В силу того, что моему управлению в 6 пальцев только недавно исполнилось месяц, я залипаю на кнопки возврата редакта. Да, проблемы с прыжком во время постройки 90-х я решил, просто увеличил эту кнопку на максимум, как мог. Но вот в игре, когда я редактирую окно, да и вообще что угодно редактирую, хочу вернуть постройку в первоначальное состояние, я иногда, да как иногда, я довольно-таки часто промахиваюсь и не возвращаю, что надо. Тут я кроме того, как побольше играть, ничего не могу посоветовать, потому что это просто приходит с опытом игры. Тут просто надо привыкать, чтобы если даже те глаза выколят, ты бы мог там спокойно 90-е тоннели строить. Так-то играл я достаточно нормально, особенно под конец турнира. Просто вот надо что-то с нервами делать, чтобы так сильно не напрягаться. Ну а также немного отработать, может быть даже модифицировать свое управление. Ну и последний совет, который я бы дал себе, это почаще застраивать себе спину во время файта. Опять же, буду просто побольше играть в творку со своими лучшими игроками, которых я знаю. Ну и также арену буду поигрывать, потому что без грамотной тактики ротейта на турнирах никак. Да и вообще, какой я раз повторяю, играть круто в творку не означает круто играть в Fortnite априори. Можно иметь крутую механику, можно там вообще стоить, там трипл эдиты, там четыре эдиты и так далее. Но если ты, ё-моё, постоянно нервничаешь, если ты тупой книжек в детстве не читал и просто грамотно ротейтиться не можешь, ты никакой турнир не выиграешь, даже с таким вот строительством, аимом и редактом. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, лично я бы себя оценил в 100 лучших игроков Европы, это точно. Не было бы этих факторов, которые я перечистил в начале, уверен, так оно и было. Также, ребят, по поводу комментариев по типу, что я бот и так далее, я вот на это точно реагировать уже вот не собираюсь. Во-первых, я по поводу этого окончательно высказался в своём видео про управление в шесть пальцев спустя месяц. Во-вторых, задайте себе вопрос, какое место на этом турнире заняли лично вы. Ну и в-третьих, вспомните, у кого-то 4000 подписчиков на ютубе. Лол, я по пальцам могу присчитать людей, которые обыгрывают меня прям в сухую. Ребята, молодцы, я не спорю. Но ё-моё, блин, ну если какой-то там Никита из 2Г считает, что он играет лучше меня, пусть так и считает. Пусть делает видео, пусть играет в турниры и тому подобное. Я ничего не запрещаю. Опять же, почему я точно могу заявить, что я топ 100 лучших мобайл игроков Европы? Вообще, вот моя основная задача в Фортнайте это снимать контент. Я не киберспортсмен. Если я видео где-то упоминаю, что я киберспортсмен или пишу это в названиях, это чисто ради рофла или кликбейтности. Так-то мне ваш киберспорт вообще не сдался, у меня и так с ютуба нормальный ернинг. Мне вот эта вот ваша дрочка в Фортнайт абсолютно ни к чему. Так-то просто примите к сведению тот факт, что на Европе самый сложный сервер для игры. Я занимаю 230 место на турнире. И при этом на Фортнайт я трачу не более 4 часов в неделю. Лол, у меня просто банально нет времени на игру. У меня отдых, учеба и при этом видео практически каждый день. Просто сопоставьте игрока, который занял, например, 200 место на турнире, тратя на Фортнайт минимум 3 часа в день. И игрока, который занял место чуть ниже, но при этом практически в эту игру не играя. Думаю, все говорит само за себя. Ну а вы, напишите в комментариях, как отыграли этот турнир. Пишите, с какими проблемами вы столкнулись, как вы их решили. Будет интересно почитать. Ну а вам огромное спасибо, что досмотрели до этого момента. Уверен, ролик вам точно зашел. Так что не забудьте поставить лайк, если этого еще до сих пор не сделали. Отправляйте это видео своему другу, который тоже играет на телефоне, уверен, он оценит. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.